Лего Техник Праздник Ну и сразу скажу, объявленная цена 60 то ли долларов, то ли евро, то есть примерно 4500 рублей, со скидками наверное будет меньше и должен начать продаваться этот мотоцикл с 1 июня Начну я с внешнего вида, сразу скажу, мотоцикл мне понравился, чисто внешне он мне напомнил старенький набор 8420, ну возможно потому что оба мотоцикла красные Мы сразу видим, что в новом наборе огромное количество наклеек, буквально все панели ими заклеены, ну таковы уж современные тенденции Несомненно крутизны внешнему виду добавляют тормозные диски, я так понимаю это новые детали, они выглядят очень круто, очень брутально И так же тормозной диск есть сзади, деталь похоже такая же как была в Бугатте уже и значит сзади стоит еще и ступица И насколько я вижу по этим фотографиям ракурсы не очень удачные, но я так понимаю что ступица будет теперь в черном цвете У мотоцикла Дукатти будет подвеска и спереди и сзади, сзади мы видим обычный одинарный желтый жесткий амортизатор А спереди мы видим новые амортизаторы и тут уже поинтереснее Во-первых новые амортизаторы явно длинные, ход у них как минимум два студа, а у обычных маленьких амортизаторов ход только один студ Пружина спрятана внутри и это тоже хорошо, потому что она не будет выпирать наружу и цепляться за конструкции окружающие Ну и кроме того больше точек крепления появилось у них, что тоже добавит универсальности и больше возможностей для их крепления Ветровое стекло здесь сделано из какой-то мягкой детали, может быть из такого же мягкого пластика или пленки, как были паруса в Катамаране 42-105 Ну вот это решение мне честно говоря не очень нравится, мне больше нравилось, как например в том же наборе 8420 было сделано из обычного систем стекла Может быть здесь тоже можно было придумать что-то похожее Задняя покрышка это тоже новая деталь на обычный одинарный диск, не такая как в Harley Davidson Там была видимо намного шире и она одевалась сразу на два диска Ну вот здесь вот другое решение приняли в компании Лего и выпустили нам еще одну покрышку Она пошире чем передняя, но видимо не такая широкая как в Harley Но самая крутая фишка, которая меня прям порадовала это наличие коробки передач Ducati 42-107 это первый мотоцикл в Лего Техни, в котором есть реальная коробка передач Здесь она двухступенчатая и насколько я вижу по фотографии там использована переключалка такая же как была в Bugatti и в Land Rover 42-110 Вообще если повнимательнее посмотреть фотографии видно что в наборе много шестеренок Ну естественно коробку передач надо как-то сделать, плюс надо провести трансмиссию от заднего колеса к двигателю Кстати в наборе 4-цилиндровый V-образный двигатель, а на заднее колесо трансмиссия передается цепью Ну тут все стандартно как и в других мотоциклах Лего Ну и если я не ошибся и действительно в этом наборе переключалка из Bugatti и из Land Rover То это будет реально круто, потому что набор намного дешевле чем те дорогие модели И значит этот переключатель новый станет гораздо доступнее Ну что тут еще интересного я увидел по деталям Красная гнутая панелька, две штуки было в наборе 42-109 Ну похоже что в этом наборе будет только одна Также маленькие серые панельки, которые появились в Bugatti 42-083 Вот здесь их будет две пары, в Bugatti была всего одна пара Соответственно это пока что деталь без преувеличения редкая Ну и в подставке мы также видим два красных коннектора номер 3 Не то что это прям какой-то эксклюзив, но все равно этих деталей не так много Вообще подставка это очень крутая фишка этого набора, как мне кажется На ней мотоцикл выглядит прям очень круто Гораздо более стильно, мне кажется, чем мотоциклы, которые просто на подножке немножко навык завалены Ну вот такие сегодня у меня мысли появились при просмотре новых материалов про этот новый набор Мне кажется это очень крутой будет мотоцикл Может быть даже вообще лучший мотоцикл в Лего Техник Так что с нетерпением жду июня Надеюсь он у нас появится без опозданий И можно будет его уже приобрести и собрать вживую Ну и на сегодня у меня все Спасибо за внимание и до скорых встреч Пока! Пока!